Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Обратная сторона торговли. Нелицеприятные факты и нарушения вскрылись при проверке в детском парке. Подведены итоги чемпионата МВД России по преодолению препятствий со стрельбой. Завораживающая выставка-ярмарка «Блеск самоцветов» начала работать в Анапе. Сейчас обо всем подробнее. Соблюдение правил торговли и санитарного порядка на территории детского парка проверили сотрудники управления торговлей и потребительского рынка. Контрафактный алкоголь и мусор – бич парка. И в этот раз в ходе контрольного мероприятия выявлены многочисленные нарушения. Наша съемочная группа побывала в рейде в детском парке. Тема нарушений на территории парка поднималась на встречи главы курорта с ТОСовцами, после которой Сергей Сергеев раскритиковал работу подчиненных и потребовал навести порядок в детском парке. Почему? Вот по детскому парку, что он мне может сказать? Почему это происходит? Каждый день в 16 часов разворачивают там бодрую торговлю вином самопальным. Вот сейчас давайте проедем и вы приятно удивитесь. В рейдовом мероприятии участвовали сотрудники управления муниципального контроля и управления торговлей. Непорядок обнаружили, что называется, с первых шагов на площадке в начале парка. Некто весьма предприимчивый решил сделать здесь автостоянку. Ни о каком благоустройстве, асфальтировании места парковки, помещений для охранника, наличии шлагбаума, системы видеонаблюдения, ограждения территорий и правоустанавливающих документах новоиспеченные дельцы даже не подумали, главное взимать плату в свой карман. Далее внимание проверяющих привлекло кафе под условным названием шаурма. Ни вывески, ни уголка потребителя, ни других документов. В наличии только приз владельцу кафе, как участнику какой-то выставки, индивидуальному предпринимателю Армену Бабаяну. Ведется с грубыми нарушениями приготовление блюд, без санитарной одежды. Вообще предприниматель даже убежал, чего не позволено в предприятиях общественного питания. В ходе наших мероприятий мы попросили предоставить информацию о предпринимателе, кто осуществляет здесь свой вид деятельности, в чем нам отказали. Ни телефона не предоставили, ни разрешительных документов, ничего. В данный момент мы ожидаем представителей полиции для изъятия алкогольной продукции, для составления протокола и передачи документов в МВД и в Роспотребнадзор для принятия административных мер реагирования. В этом кафе нет оборудованной кухни, полная антисанитария. Отходы сливаются в самодельный септик, открытую яму, вырытую прямо за шатровой стеной кафе, которая находится в самом центре парковой аллеи на берегу речки Анапки. Прибывшие на место полицейские принялись за дело, протокол о нарушениях будет оформлен. В кафе к тому же идет торговля спиртным и пивом на розлив, что категорически запрещено без лицензий и вне стационарных точек. На аллеях детского парка рейдовая группа также остановила незаконную торговлю ювелирными изделиями, пункт продажи которых располагался в непосредственной близости от пункта охраны общественного порядка, но дежурных на месте не оказалось. Девушка-реализатор, на нее составили протокол по части 3.2, части 11 статьи 3.2 административного кодекса 608. Стихийные точки, естественно, мы закрываем и составляем административным материалом. Рейдовая группа также проверила по правилам лидию торговли в ролетах у входа в парк. Сделала соответствующие замечания. Приятие, точки мелкорозничной торговли. У предпринимателя обязательно должна быть вывеска о принадлежности, где указываются фамилия, имя, отчество, ИНН, режим работы, обязательно юридический, фактический адрес, обязательно должна быть информация для потребителя, так как это ценники на реализуемый товар, бейджики. Ну и, конечно, желательно было, чтобы наши реализаторы и предприниматели имели более-менее надлежащий вид при обслуживании покупателей. Требования ко всем продавцам едины и нарушать их не следует. Контрольные мероприятия в детском парке продолжатся. Подведены итоги чемпионата МВД России по преодолению препятствий со стрельбой. Из 28 команд участниц, 26 представителей Кубани и две команды гостей Воронежского института МВД и управления МВД по Владимирской области. Напомним, что в чемпионате приняли участие 42 сотрудника органов внутренних дел из 14 команд. Это лучшие из лучших по итогам зональных соревнований, прошедших накануне во всех районах Кубани. Два дня сотрудники полиции демонстрировали выдержку, выносливость и меткость в стрельбе. По итогам сегодняшних соревнований у нас будет сформирована сборная команда ГМВД по Краснодарскому краю, которая выступит у нас на всероссийских соревнованиях, которые будут проходить в городе Владимир. Главная судейская коллегия подвела и утвердила результаты финальных соревнований. В командном зачете в первой группе третье место заняла команда из Крымска. Серебряная медаль у команды Анапы. Высшую ступеньку пьедестала заняла команда из Краснодара. По результатам личного первенства, по преодолению полосы препятствий со стрельбой, бронзовым призером стал Тимур Исаев из станицы Каневская. Второе и первое место заняли полицейские из Краснодара Александр Бондаренко и Рустем Бекиров. Все команды-победители награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Выставочное объединение «Мир камней» из Санкт-Петербурга традиционно представляет ювелирно-минералогическую выставку-ярмарку «Блеск самоцветов». Каждое лет в Анапу привозят уникальные авторские ювелирные изделия, ручной работы и новинки ювелирной моды. Также на выставке представлены изделия камнерезов, коллекционные минералы, жемчуг, лечебный шунгит и кремень. В Анапу впервые этим летом прибыла выставка-ярмарка самоцветов. И впервые в этом году она разместилась на территории морского порта. Привозим, как правило, что-то очень эксклюзивное. Коллекции обновляются каждый год. Это, как правило, нечто новое. Есть определенные тенденции в ювелирной моде, которую мы стараемся следовать. Ну и у нас очень много ювелирных украшений с натуральными камнями. Самое главное отличие выставки от магазинов, в том, что здесь представлены работы индивидуалов. Самоцветы, поделочные камни всегда привлекали внимание людей. Украшения с камнями – прекрасный подарок, который будет напоминать о приятных минутах, проведенных у моря. Подарки могут быть не только как ваши личные украшения, но и для интерьера. Например, письменного стола, нефритовый нож-попугайчик или ручка с остальным узором. Множество изделий ручной работы, эксклюзивные вещи, которые вы не встретите в мире в двух экземплярах. Такого хрустального шара с золотыми пластинами на дне кольца не будет ни у кого, кроме вас. Впервые на выставке изделий из металла, пояса, колье, серги с этнос-рисунком, который ювелиры выполнили с необычайной точностью и соблюдением исторических данных греческой мифологии, узоров древних украшений народов йога России и центра Украины. Выставка порадует любительниц яркой модной бижутерии и оригинальных вещиц. Коллекционеры не пройдут мемы минералов и образцов горных пород, представленных здесь. Более 50 ювелиров и ювелирных фирм привезли чарующие красоты изделия, какие вы не найдете на прилавках магазинов. Специалисты помогут вам подобрать украшения так, что они подчеркнут вашу индивидуальность и привлекательность, станут любимым украшением и оберегом. Кстати, если вы хотите проверить подлинность и ценность ранее приобретенного где-либо украшения, несите его на выставку. Вам поможет эксперт-гемолог, а также здесь почистят специальным составом поблегшие украшения. Выставка-ярмарка продлится до 13 июля. 8 июля на Театральной площади прошел праздничный концерт под названием «День семьи, любви и верности». В этот день Русская Православная Церковь отметила День памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Семейные пары, дети, молодежь и люди преклонного возраста собрались на Театральной площади в праздничный день. 8 июля – День памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и супругов. И День семьи, любви и верности. Тематические песни и танцы, творческие номера подготовили специально для праздника. Самое важное в жизни – это что? Семья, а в семье – любовь и верность. Потому что семья – это самое главное для человека. Семья – это счастье, радость, любовь. Праздник начался со звоном колоколов. Гостям напомнили историю любви муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в 13 веке и стали образцами супружеской верности и взаимной любви еще при жизни. По легенде, они умерли в один день. В День святых Петра и Февронии жителей и гостей города поздравил настоятель Свято-Ануфриевского храма Претерий Виктор. Поздравляю всех вас с праздником, а супружеским парам желаю взаимной любви, мира, семейного согласия и благополучия. Музыкальные поздравления прозвучали от творческих коллективов Анапы, а также от приглашенной из Краснодара народной артистки России Раисы Гончаровой и вокально-хореографического ансамбля «Родник». Золотистых луков бесконечно раздое Эх, Россия, Россия, травы покоятся Символ этого праздника – ромашка. Цветы дарили всем гостям. Юные художники из Воронежа во время концерта на мольбертах рисовали ромашки. К эскизам подошли творчески. Изображения разные по форме, цвету и стилю. Я рисую ромашки, чтобы дарить другим людям сегодня же день любви, семьи и верности. Во время концерта работала выставка, посвященная церквям Анапы. И только в этот день все храмы города были сосредоточены на одной площади – на баннере. Рассмотрели зрители и убранство приходов. Церковный праздник с радостью отмечают во всех домах. Все праздники, которые мы все отмечаем, все семьей, все вместе. Родители, дети – все вместе. Для Светланы Мишенкиной этот день – особенный праздник. Она знает точную формулу семейного счастья и с удовольствием делится. Счастье, здоровье и любовь. Все будет. Счастье будет. Все будет. И новости спорта в продолжении выпуска. Текущая неделя насыщена спортивными мероприятиями. 12 июля на стадионе «Спартак» пройдет последняя игра первого тура Высшей лиги чемпионата Краснодарского края по футболу. На поле встретятся команды «Анапы» и «Спартак» из Геленджика. Начало игры в 19 часов. А 13 июля в 19.00 на стадионе «Спартак» состоится футбольный матч открытых краевых соревнований на Кубок губернатора Краснодарского края между командами «Сапфир» «Анапы» и «Славянск» «Славянский район». Любители футбола и болельщиков приглашают поддержать наши команды. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнеру прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В четверг, 10 июля в Анапе будет малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 22-24, ночью до плюс 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48 300 и 48 333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова